Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что такое личные границы, как их отстаивать, если характер не боевой? В смысле, страх какой-то сидит внутри, что человек другой сильнее, чем ты, может аргументированно ответить, зная при этом, что ему в ответ ничего не скажешь. Это я о себе сейчас. Ну, что же. Действительно, другой человек может быть сильнее. Это правда. Неприятное, что называется, горькое, правда. Но. Если человек может быть сильнее, то это никак не связано с аргументами. Не аргументы делают сильнее человека, а его уверенность в себе. Его, если хотите, вера в себя. И здесь, тогда появляется интересный момент. А почему мы такое большое значение придаем аргументам? Ну, то есть, человек может, конечно, быть прав. По-своему. То есть, его аргументы могут, конечно, звучать логично, но, как это относится к нам. Согласитесь, довольно интересный момент. На мой взгляд, по крайней мере. То есть, вот, человек нам что-то говорит. И мы можем с ним соглашаться. Он может быть прав. Но прав он может быть только для себя. Не для нас. Для нас нет такого понятия, как прав или неправ. для нас есть другое немножко понятие. Откликается нам или нет то, что человек говорит. А если откликается, то как откликается нам это? это? Какими чувствами нам это откликается? Вот это куда более интересно. Поэтому личные-личные границы это ни в коем случае не про аргументы. личные границы это про отклик. Это про то, что я чувствую. Личные границы это про то, что я ощущаю, про то, что я хочу, про то, что мне нравится или не нравится. Вот про это личные границы. Личные границы никогда не про борьбу. Потому что там, где есть борьба, там есть подавление одним человеком другого человека. это не про личные границы. Тут нет и не может быть ничего связанного с личными границами в принципе. Понимаете? Поэтому я думаю, что аргументы это такое, я бы сказал, что-то вроде замещения одного друга. Личные границы проистекают из я бы сказал внимательности к себе. Вот если человек к себе внимателен, да, например, вот тогда личные границы у такого человека есть. Если человек к себе внимателен. Если человек к себе не внимателен и пытается ориентироваться на аргументы, на логику, то это уже не про личные границы. Это больше про какую-то борьбу. и в этом на мой взгляд главная проблема то, что вы подменяете как бы борьбу с другим человеком личным границам. вы говорите ну если человек может быть прав, то как же мне себя в таком случае отстаивать? Ну да, если вы не хотите есть мясо, а человек говорит о пользе мяса, то конечно он нам может аргументировать и он будет прав. если мы предполагаем что истина только одна. Но если мы говорим о том что не по истине а скорее вопреки мы что-то делаем. Не борясь но говорим что да это правда да мясо может быть полезно но я его есть не хочу. без аргументов иными словами слабость ваших личных границ определяется поиском аргументов для них. А личные границы то есть вы то есть ваше психологическое тело если хотите в аргументах не нуждается вы не нуждаетесь в аргументах но вы нуждаетесь в том чтобы замечать и чувствовать то что с вами происходит понимаете а это никак не включает в себя борьбу это никак не включает в себя какое-то мерение аргументами когда человек говорит вот мой аргумент вот твой аргумент твой аргумент лучше моего потому что он более подключен да и так далее то есть мы здесь говорим о том чтобы вопреки и не оспаривая вот то есть иными словами нам необходимо переключить свое внимание с аргументацией на на что-то другое но обычно мы чувствуем но обычно мы хотим и так далее вот бывало у вас такое что например слушаете вы кого-нибудь да и человек вроде бы все правильно говорит человек вроде бы все верно говорит человек вроде бы приводит примеры объяснения доказательства ну все хорошо а вот не отвлекаюсь вам и дело ведь не в том что он не прав дело ведь не в том что он не смог объяснить хорошо что хотел а дело в том что это просто не ваше и вот именно потому что это просто не ваше вот в этой точке когда вы замечаетесь что это просто не ваше вы уходите от борьбы борьба становится не нужна зачем бороться есть ты со своей позиции есть я со своей позиции есть ты тем как ты видишь как ты воспринимаешь как ты чувствуешь и как ты хочешь есть я который точно так же воспринимает чувствует и хочет но по-другому другого иное потому что все люди в этом смысле разные понимаете вот как-то так даже сейчас даже сейчас задавая свой вопрос касающийся ну вот этой вот истории про личные границы даже здесь вы мне кажется ищите пытаетесь по крайней мере найти какой-то вот уникальный универсальный аргумент а это немножечко не так работает это работает по-другому что человеку каждый раз в каждой ситуации нужно искать ответ на вопрос на вызов и при некоторой практике при некоторой практике это становится довольно просто например в своей работе мы психологи часто встречаемся с людьми которые имеют довольно четкую позицию они имеют четкие представления о том как устроен мир они в это верят они считают эту позицию правильной вот но у них нет проблем их кто-то беспокоит и кто-то волнует и кто-то содевает и дело же не в том наверное что эта позиция их позиция не верна дело не в том что они действуют неправильно совсем нет дело в том что они где-то себя потеряли то есть где-то они начали излишне полагаться на вот эти вот догмы директивы какие-то может быть стереотипы которые в принципе ну вообще-то говоря совсем не бесполезны ну вот местами местами совсем не бесполезны местами но когда их начинают использовать что называется тотально когда их что называется начинают применять без разбора тогда становятся проблемы а почему а потому что это автоматизм значит если это автоматизм то при автоматизме нет возможности учитывать текущий контекст ситуации и человек просто реагирует на ситуацию как на типовую а она в смысле ситуация совсем не типовая она в смысле ситуация уникальна но нормальный человек говорит нет эта ситуация она типовая то есть мы ее искусственно упрощаем когда мы искусственно ситуацию упрощаем мы сталкиваемся именно с этими проблемами вот пожалуй так я мог бы вам здесь ответить вот пожалуй в таком ключе я мог бы вам сказать собственно в этом ключе я думаю и можно было бы исследовать ваши личные границы собственно а чем идет речь можно так спросить собственно можно спросить ну вот говоря о личных границах да например что мы имеем ввиду о чем мы говорим понимаете вот если мы используем вот такие категории если мы используем такие категории если аргументы вот все права сказать и факты да ну вот если мы используем такие аргументы то это не личные границы Если мы говорим, что этот человек прав, потому что он выглядит сильнее, это не аргументы. Ой, это не личная граница. Понимаете? Вот вы говорите, что у вас не боевой характер. Так и не надо быть боевой. Боевой характер это не то, что помогает личной границей защищать. Боевой характер как раз таки помогает человеку, человеку скорее, знаете как, защищаться от личной границы. Потому что боевой характер позволяет человеку не думать о том вообще. Как он себя ведет? Не думать о том, что человек хочет. Не думать о том, как человек хочет. Понимаете? Боевой характер позволяет именно это. Но не решает проблемы, как я уже сказал, личной границей. Вот не получается. И либо вы признаете, что нет аргументов, нет правоты какой-то, ее просто нет. И обретаете свободу. Обретаете свободу быть собой. Да? Или вы вечно боретесь и ждете, что кто-то вас одобрит. Ну, а почему бы и... Почему бы и нет? Да? В принципе. Ведь живут же так люди. Живут вроде бы. Хорошо ли люди живут? Ну, а это тоже не важно. Живут. Понимаете, да? Вот как-то так я бы ответил вам на ваш вопрос. Конечно, вряд ли я, вряд ли я дал вам ответ. Я не думал, что я вам его дал. Вот. И понятно, что вот эта неуверенность в себе, ваша, с которой вы сталкиваетесь, она, по-видимому, требует внимания к себе психотерапевтического. Вот. Это понятно. Скорее всего, внимание необходимое для того, чтобы помочь вам. Потому что неуверенность в себе, она частенько связана именно с тем, что человек, как бы, он, вот, знаете как, он, не замечает себя. Он, как бы, говорит, что, либо я, либо, либо я, либо они. Вот так говорит человек. Понимаете? Ну, то, что это не совсем адекватная позиция, то, что эта позиция, она несколько деструктивна, и то, что она создает массу проблем, тем, человек, конечно, это игнорирует. Человек это игнорирует. Ну, он привык так жить. Он по-другому, может быть, и не умеет. Вот. Нас это в любом случае не волнует. Или волнует, но... Постольку, поскольку. Нам важно вот то, о чем я говорил. Нам важно заметить и не потерять, что очень важно, себя. А то, что мы делаем, мы, как раз таки, к сожалению, занимаемся тем, что теряем себя, в том числе, требуя от себя иметь боевой характер. Вот. Еще неизвестно, еще неизвестно, как бы вы, например, ну, себя вели бы, да, если бы, скажем так, не требовали от себя иметь боевой характер. Вот. Еще бы, еще неизвестно, как бы вы себя вели. Неизвестно, как бы вы себя чувствовали. Неизвестно, что бы вы о себе думали. Все неизвестно. Представляете? Представляете, если бы вы не требовали от себя иметь какой-то боевой характер. Как бы вы жили. Как бы вы тогда себя чувствовали. чувствовали. Что бы вы тогда делали. Представляете? Вот. Поэтому, если что и может сделать для вас психолог, то это научить вас быть собой. Собой. или, сказать точнее, может быть, не бороться с собой. Не бороться, не пытаться подавлять себя. Вот. наоборот, позволять себе быть, позволять себе быть такой, какая вы есть, потому что то, какая вы есть, это прекрасно. но это нельзя объяснить. Это, это нельзя объяснить. Это можно только почувствовать. Чтобы это почувствовать, нужно быть внимательным к себе далее. а вот насколько вы к себе внимательны и внимательны ли вы к себе вообще, это на мой взгляд очень хорошо отражается в вашем тексте. В котором по сути вы прямо говорите, что ну я к себе не внимательны. Вы прямо говорите о том, что ну я я борюсь все время с людьми вот, тем, кто сильнее я позволяю все, тем, кто слабее я может быть меньше позволяю, вот, а может быть и так же тут вот тоже несколько непонятно. Но поверьте, все это не так важно. Вот. Все это не так важно. Вы не умеете быть собой, если вы не умеете быть собой, то вам сложно. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.